Следующая восьмистишая псалма Великого, 118-го, идет под буквой Нун. И первый стих это восьмистишая следующая. Слово Твое светильник в ноге моей, и свет стезе моей. Представим себе человека, который идет в полной тьме, не имея в руках никакого источника света. В луна не светят ему свечи, и фонаря нет в руках его. И он не различает предметов в темноте, натыкается на них. Ему угрожает смерть, быть может, или увечья от падения в каком-нибудь препятствии леров. Светильник в наших руках – это Слово Божие, которое освещает свет стезям нашим. Во тьме этого мира, где все так спутно и неясно, человеку есть великая нужда почаще открывать священное писание и сердцем смиренным вникать в Божие слова. «Я клялся хранить праведные суды Твои и исполнил». Давид, напомним, жил в ветхозаветные времена, и вот здесь ветхозаветная мораль и новозаветная несколько различаются. Читая о том, что Давид клялся исполнять заповеди Божии, мы вспоминаем слова Христовы «Не клянитесь ни небом, потому что он престол Божий, ни землею, потому что она подножия ног его, и головой своей не клянись, потому что не можешь волосы одного сделать белым или черным». Итак, там, где Давид клянется, мы не будем клясться, но будем исполнять заповеди Божии с той же ревностью, с которой исполнял их царь и псалмопевец. «Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему». Славянский текст говорит об этом так. «Смирихся до зела, Господи, живи меня по словеси Твоему». Угнетение рождает смирение. Вообще смирение главное, добродетель, поскольку можно не воскрешать мертвых и не изводить воды из сухой земли, можно не делать ничего чудесного, но только лишь смириться и спасешься. Смирение без труда спасение, и об этом Давид часто говорит. «Смирихся, и спасем я Господь». Гордого дьявола с самого неба скидывает благодать, и смиренного человека до самого неба возводит та же благодать, возвышающая от землянищего и от гноища, возвышающая убогого. «Душа моя непрестанна в руке Твоей, но закона Твоего не забываю». Эти слова родились в душе, сильно чувствующей непрестанной близость Божией. Теплые руки Господни охраняют человека всегда, и душа наша в его руках, как у Бориса Пастернакова в одном из стихотворений говорится, «Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень в футляр». Человек, как некая драгоценность, в искусных руках небесного ювелира. Душа моя в руках Твоих постоянно, и закона Твоего я не забываю. Опять дальше речь идет о сетях, которые разбросили нечестиво и праведнику, те сети, которые видел Антоний Великий, и увидев, горько вздохнул. Смиренный, напомним, от них избавляется, все остальные запутываются. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они – веселье сердца моего. Вот Псалом от речей об угнетении и смирении, наконец, заговорил и о веселье. «Оправдание Божие, Его заповеди, есть веселье сердца моего». Чего еще желает человек, как несчастье? И чем еще счастье не выражается так ясно и непререкаемо, как весельем сердца и радостью души? Нужно сказать, что человек постоянно ищет счастье. Для того и пляшет, для того и в кино ходит, для того и накрывает столы и зовет соседей. Только грехолюбец после радости кратковременной чувствует страшную печаль. И туга сердца – это вечный удел всех миролюбцев и грехолюбцев. Свободная радость, рождающаяся в душе от исполнения заповедей, известна очень немногим, но она и есть радость вечная и истинная. Повторим слова царя Давида. «Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они висели в сердце моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца». Помните, мы не раз говорили, что решимость, конечная твердая решимость быть верным Богу до последнего вздоха есть признак успешности в духовной жизни. И так ни на день и ни на два, ни на год и ни на десять мы принимаем заповеди Божии, но навек, до конца. Это была буква «Нун» – следующая сместише «Псалма Великого», «Псалма 118». До следующей встречи в саду божественных песен, в саду, который не увядает и не перестает приносить плоды. Саду божественные песен, в саду, который не увядает и не перестает приносить плоды. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok